Новосибирские студенты вписывают будущую стелу трудовой доблести в ансамбле разных площадей и улиц города. С помощью эскизов горожанам покажут, как будет выглядеть та или иная площадка. Это поможет выбрать наиболее удачное место для памятника. В музее Новосибирска принимают пожелания о первом этапе подготовки к возведению стелы Александр Сульдин. Где разместить стелу Новосибирска город трудовой доблести, предложение принимают в музее Новосибирска. Уже есть 25 инициатив. Их ждут до 5 августа на сайте музея или по телефону. Возможно, горожане подскажут то место, которое не смогли подсказать предлить, допустим, архитекторы. И отдельно будут предложения от архитектурного сообщества, от профессионалов. Если совпадет профессиональное предложение и инициатива горожан, наверное, это будет самое лучшее место. Одно из предложений установить стелу на Михайловской набережной. Тем более, Александр Чернобровцев, автор «Панно» в сквере героев революции и монумента славы, предлагал установить на этой площадке между коммунальным и железнодорожным мостами большие 30-метровые крылья, как символ бурного роста нашего города. С тех пор прошло немало времени, и мегаполисы, набережные изменились, стала другой сама концепция этого места. В любом случае, где будет располагаться стелла, как она будет выглядеть, решать общественникам и экспертам. Предстоит еще не одно обсуждение проекта. Мнения разные. Кто-то за набережную, кто-то за другое место. Сходятся в одном. Стелла должна располагаться удобно, чтобы ее видели и жители, и гости города. Здесь много с детьми гуляют. Здесь хорошо отстроили, так что, я думаю, лишним не будет. Это, наверное, где-то левый берег, может быть, в районе Маркса. Почему? Левый берег промышленный, поэтому, наверное, логичнее там было бы. Университет архитектуры и дизайна в коридорах и аудиториях – тишина, каникулы и режим самоизоляции. Однако здесь уже подключились к разработке проекта. Университет участвует в подготовке визуализации по возможным местам размещения стеллы. Созданы несколько групп из студентов. Они вписывают стеллу в разные знаковые места города, определяют ее размеры, внешний вид для каждой площадки, разрабатывают внешний вид прилегающей территории. Он сначала упрощенный, но там точно должен быть изображен герб и должно быть текст решения присвоения. То есть есть определенные критерии, которые должны быть точно определены. Ну а дальше это уже искусство наших студентов. Пока это искусство, только на компьютерах эскизы появятся в ближайшие недели. Когда выберут конкретное место установки стеллы, студенты проработают детальный проект. Саму стеллу планируют открыть 9 мая будущего года. Александр Сульдин, Сергей Хлопов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok